Есть некоторые оптические иллюзии, которые очень круто работают. И если мы их будем правильно применять, то вы будете опять же смотреться очень красиво в кадре. И вот одна из иллюзий это... Ну вот это вот как раз явление иррадиации, да, которое говорит о том, что тёмные предметы на светлом фоне выглядят, кажется, как будто бы стройнее, чем светлые на тёмном. Это вот как раз если вы говорили про полноту, да, как сфотографироваться, чтобы выглядеть стройнее. И вот вам нужно запомнить такое правило, что когда вы в светлой одежде и ещё вы встаёте на тёмный фон, то обратите внимание, вот здесь вот два квадрата, которые внутри, внутренний чёрный и внутренний белый, они абсолютно одинаковые по размеру, но обратите внимание, что белый квадрат кажется больше. То есть он как будто бы смотрится более выступающий. Соответственно, фигура, она будет смотреться более как расплывающая. И вот здесь как раз очень хорошо это показано, что когда вы в светлой одежде на тёмном фоне, вы становитесь реально больше. Если вы в тёмной одежде и у вас светлый фон, то тогда тёмный цвет, он создаёт как будто бы глубину. Как будто бы всё вбирает. Дело в том, что белый, он всегда как выпирает, он выходит на первый план. И отсюда вот этот эффект увеличения. А тёмный, он как будто всё вбирает, он втягивает. Если мы вот посмотрим на предыдущий слайд и вот на эти квадраты, нам кажется, что вот это коридор, да, как будто бы там, где чёрный, это коридор. Где чёрный, как коридор. Да. А если мы посмотрим на белый, нам кажется, что вот это то ли окно, то ли дверь, которую нам нужно открыть. То есть на первом плане белый, на заднем плане чёрный, да, вот слева. И отсюда вот это вот ощущение увеличения и наоборот вот сборки. А какая рекомендация, например, вот у вас светлое платье, и вы фотографируете, то тогда выигрышнее встать в светлом, на светлом. Да, в светлом, на светлом. Лучше всего тогда, чтобы вот такой контрастной разницы не было. И желательно, если вы в светлом, то на светлом, и получается, у вас весь фокус уходит на лицо. То есть всё остальное нивелируется, ну, условно, ваш образ сливается плюс-минус с фоном и остаётся на первом плане как раз лицо, красивые глаза, шея, губы, прическа. Так, если вы фотографируетесь, например, в компании, у вас много человек, вот подругами там стали или с семьёй, то тогда, если, например, я полновата, я хочу выглядеть стройнее, мне нужно, чтобы рядом со мной люди стояли тоже в светлом. Да, ну, в принципе, в белом платье как же я, как встали рядом, да. И таким образом получается, как мы размоем конду. Да, но, к примеру, если, допустим, нам взять пять девушек, да, допустим, у нас четыре девушки там сорок четвёртого размера, допустим, одна пятьдесят четвёртого, да, вот если пятьдесят четвёртого оденется в чёрное, да, а сорок четвёртого в белое, то они плюс-минус будут все выглядеть одинаково сорок шестого размера. Понятно, вот видите, какой очень хороший лайфхак.